Так, всем здорова, ребята! С вами Димао, и сегодня, как обычно, у нас награды за дивизиончики и награды за Викинг Лигу. И пока вот мы в ожидании находимся в награде за Викинг Лигу, открываем пакцы, тренируемся, короче. Беру, как обычно, антрейд паки, целых 6 мега-наборов. Второй дивизион, второй рейзинг, второй ранг. На прошлой неделе я тоже брал эти паки. Был один волкаут, был Жорок и Линь, если я не ошибаюсь. Надеюсь, сегодня будет, как минимум, не хуже. Погнали! Посмотрим, что упадет. Так, вот, даже с творчки, даже информ в самом первом паке, ничего себе! Это мина! О, как! О, как! Вот это начало, вот это я понимаю. Так. Посмотрим, кто помимо мины здесь еще есть. Гомес с сайтом Бабу, кстати, в том году. Тот с карточкой его была просто феноменальна. Так, все, сохраняем в клуб, продолжаем. Очень неплохое, солидное начало. Есть информ уже. Даже здесь, в творчке, ничего себе! В двух не самых сильных паках, два раза подряд, в творчке падают. Приятно. Ковачич, пусть это не самые топовые игроки, но все равно. Так, сохраняем всех этих ребят в клуб. Переходим к меганаборам. У нас их целых шесть. Я взял, потому что очень хочу сделать до наград за Викинг-клик несколько обменников. Чешные штуки. Три-четыре по-любому будет видосик. Вот. И все-таки меганабор это расходуем предметы. Это физуха и прочие полезные штуки. Погнали! Тут еще может повезти, на самом деле. Пока без волкаута. Не первый раз не попадаются нам в творчке. Арнаутыч. Арнаутыч. Сохраняем клуб его. Тут еще ругани есть. Так, вот это все. Кликаем за 0 монет. Меганабор, давайте начнем с конца. Погнали! Вот оттуда. Давайте, волковой фара. Нет. Интересно, с шести паков будет ли хотя бы один волкаунт. Это Греция. Сократис. Сократис. Все-таки были мыслишки, что вдруг Манолас упадет. Довольно-таки играбельная карточка центрального защитника. Греческого. Но ладно. О, гляньте, здесь тоже неплохо. Паки Сократис, Луис, Горецко. Три футболиста, которые могли принести. С творочки упали. Ну, сохраняем все. Клуб. Ну, давайте по очереди теперь. Меганабор. Без волкаута опять. Жаль. Даже здесь творочки. Да, сегодня прям щедры и ашники на творке. Это Жоржиньо, 84. Кстати, не таких уж и бомжей дают, на самом деле. Все-таки классический товарищ с среднего 83 типа. Бонеги. Отсутствует пока факт. Так, Жоржиньо и больше никого нету. Так, вот это мы все квикаем за ноль. Кстати, дубликатов не так уж и много. Так, погнали еще. Так, вновь. Мимо волкаута и на этот раз мимо створочек. Мимо экранов. Так, осталось два меганабора. Два меганабора и в ожидании наград за Викинг Лигу и ЛЧ-шных паков мы берем паузу. Давайте волкаут. Ни хера пока не дает волкаут. Ну, без творочек. Печально. И тут у нас... Довольно-таки слабо опять. Так, забыл, забыл. Ну, и что, последний пак меганабор. Делаю обменщики ЛЧ. И вместе с наградой за Викинг Лигу их открываем. И тут без волкаута, к сожалению. Надеюсь, волкаут нам оставили. Чуть-чуть на попозже. Это Шакира. Шакирин. Короче, ладно. Сохраняем все. И переходим в режим ожидания. Ждем награды за Викинг Лигу и ЛЧ-шные наборы. Они будут совсем скоро. И вот они, награды за Викинг Лигу, ребятки. Добрались мы и до них. Но, как и обещал, вот паки обменщики ЛЧ. Я подготовил целых четыре штуки. Начинаем с них. Переключаемся на паки за ВВЛ. За награды за Элиту-3, между прочим. Так, смотрим. ЛЧ-шные паки. Надеюсь, хотя бы один тут топчик выпадет. Я уже этому буду рад. Англия. ЛЗ. Хорошо, что не шоу. Шоу меня так в порядке. Поднадоел. Окей. Так, Роуз. Окей. Роуз и ГГАР. Диния. Сейчас, не знаю. Может быть, это трейд его. Смотрит, что творится. Так, погнали дальше. Открываем. Еще три паки ЛЧ-шных у нас есть. Переходим к самому интересному. Так, и тут довольно-таки скудновато, походу. Германия, вратарь, шальки. Он фармен. 84 рейтинг уже более-менее, кстати. Так, ну и с фарменом браузер. Неплохо. Ну, в целом, все равно, не тот, не тот. Они довольно-таки неиграбельные. Так, два пака ЛЧ-шных осталось. И переходим. Переходим к самому интересному. Опачки! Без творочек. Как интересно, да? Таранокки выполнился. Анти-пейс. Соломон, Кирпеля. Дружище. Так, ну и что, и последний пак ЛЧ-шный. И переходим к наградам за Викинг Лигу. Красный выбор игроков. Пик. Ну и тут без волкаута это довольно стрёмно. Ну ладно, вот так вот мы заканчиваем открытие ЛЧ-шных паков. Это Артур опять. Вчера мне выбрал. К сожалению, у меня уже есть. Верди и Артур. Артур, у меня антрит, кстати. К сожалению. Так, ну ладно, всё. Переходим к самому интересному. Это награды за Викинг Лигу. Так, Элика Элита 3 по итогу последнего уикенда. 23-4 с такой стат я закончил. В принципе, довольно-таки легко далась мне Элита, но, к сожалению, выше. Не получилось показать результат. Элита 2 я не видел смысла делать, потому что всё-таки очень сильно хотелось спать уже. Ну, поехали. Посмотрим, что ей подкинет мне за прошлую ВЛ-ку. Надеюсь, там будут только топчики. Итак. Так, интересно, кого его здесь взять. В принципе, Муни нужен. И Павленко. Вот Собальдея, я думаю, можно будет играть как-нибудь. 4-4 у него. Довольно-таки неплохая карточка, брать Павленко, чистить за рейтингом. По-моему, это полный бред. Нормально. Начало Бальдея. В принципе, хорошая карточка. Погнали. Следующий игрок. Ага, понятно. Обещал, что я возьму в себе правого защитника. Это единственная позиция среди красных. И в карточек, которой у меня пока ещё не было. И Сашка. Сашка Арнольд. Берём его, конечно же, в мою тему. Вновь Павленко. Так очень хочет мою команду Павленко, что даже здесь он. Так, ну что, ваши ставки в третьем пике. Будет Павленко или нет? Погнали. Так, ну вот, видите, какие награды. Тут, опять же, взять стуани. Не вижу смысла. Я возьму Клильджиури, потому что у меня очень много игроков из Бундеслиги. Хотя, я не знаю, я отключу, наверное, толку нет. Уже одно. Есть, ладно. Возьму стуани. Ну, такие вот на этот раз награды получились. Они самые топовые. С стуани хотя бы ту же десяточку будет стоить. Либо взять Клильджиури для коллекции. Я не знаю. Ладно, возьму Клильджиури, потому что... Может быть, когда-то запилю видос с красными информами. И там понадобится мне правый защитник. Красный. А у меня очень много красных из Бундеслиги. Всё, вот такие вот награды. Не густо. Топчиков я здесь не дождался. Так, ну и переходим к более интересным наградам. Я надеюсь, здесь хотя бы в одном паке будет волкаут. Потому что сегодня за большое количество паков мне до сих пор ничего не выпало. Ну и, как по классике, начинаем с пака за 100 тысяч. Погнали. Волкаут. Волкаут. Ничего себе. Италия. Центральный полузащитник. Верати. Рейтинг 86. Да, это не самый мощный волкаут, который мог мне здесь прилететь. Не знаю, сколько он стоит. Тысяч 20, наверное, сейчас. А может быть, даже меньше. Когда видишь волкаут, всегда ожидаешь чего-то большего. Ну да. Даже поменьше. Чуть, наверное. Так, ну много 83. Идалароменди еще здесь. Ладно, сохраняем этих ребят в клуб. И переходим к самому интересному паку. И тут же подводим итоги конкурса. Пак с тремя информами. Команды недели, пусть не самые мощные, но все-таки парочка-троечка там дорогих игроков есть. Тут без волкаут. Ну все. Это право, ребятки. Англия. Арнольд. Ладно, окей. Арнольд еще может сейчас стоить. Пока. Пока вот только-только появилась карточка на рынке. Пока не расхватали еще все награды за китинг лигу. 1050 хотя бы может быть. Арнольд, Муй и Эскобар. Так, Арнольд стоит сейчас в районе 40 тысяч. Ладно, это на самом деле неплохо. Так, что, парни, подводим итоги конкурса. Я посмотрю, кто там еще угадал. Итак, парни, конкурс прогноза получился для всех очень тяжелый. Больше одного игрока никто не смог угадать, потому что действительно три игрока выпали довольно так себе. Вот. Шесть или семь игроков угадали. Я сделал рандом на победителя. И им стал. Сейчас я покажу. Поставил лайк. Так, Николай Крапивянский. И он угадал Александра Арнольда. Вот. Так что пиши в ЛС, дружище. Сбирай свой приз. И мы переходим на следующий аккаунт. Он у нас есть. И вот тот самый аккаунт, ребятки. Тут у нас вроде как золото 3 по итогу последнего легенда. Это два пика, два красных выбора игрока. Два мет набора. Набор игроков тридцатка тысяч монет. И в принципе, довольно-таки неплохо. Погнали сразу же открывать дрожжик. Это аккаунт именно его. Обещал я ему здесь поймать хотя бы одного топчика. Хотя не самая легкая задача вы видели мои паки. Погнали. Я надеюсь, здесь на аккаунте повезет. И так, хреновое начало. Сто они. Не самая играбельная карточка, но рейтинг 85. Пригодится для того-нибудь обменника потом. Да? Погнали. Второй пик. Смотрим. Ммм, блин, опять. Павленко, Луис Адриано и Санти Мина. Опять же, брать какой-то рейтинг здесь я бы не стал. Поэтому. Луис Адриано, за него, наверное, приятнее всего будет поиграть. Так, дрожжик, я думаю, ты меня поймешь. Луис Адриано, я его беру. Так, ну и переходим к наградам за В.Л. Так, целых три пака здесь нас ждут мужички. Начинаем с мега-набора, с одного и второго. Оставляем набор таких игроков напоследок прям. Если никто не выпадет, я сделаю здесь один анчешный наборчик. Так, посмотрим, это Франция. Центральный защитник. Пассажир и Ким Пембе. Так, ну ничего, к сожалению, сейчас не стоит. Поэтому сохраняем все вот это добро в клуб. И переходим ко второму мега-набору. Так, что здесь у нас? Тоже без волкаута. Ммм, без творчика, замечательно. Ну да, вот такие вот паки сегодня. Какая-то подстава везде. Тысяча монет упала. О, солидно. Так, и набор таких игроков. Это 12 игроков и 12 редких. Я думаю, все уже знают. Тут тоже без волкаута. Что-то вообще сегодня неплохо какая-то в баках. Но тут в творчке есть. Хорошо, это Германия, вратарь. Я подумал, Лена может быть. Но это Хорн. Да, вот так вот. Закидали сегодня меня. Низко рейтинговыми. С творочками. И вот шлейф такой из игроков. Из ненужных игроков, к сожалению. Так, парни, ну еще нам доставить красивую точку. Делал один алчешный обменник. Открываем. И на сегодня все. Итак, ребятки, и момент истины. Последний пак на сегодняшнем, на таком небольшом пак-опенинге за бикинг-лигу. На данный момент не было каких-то интересных волкаутов. И я надеюсь, сейчас в последнем паке мы ставим красивую точку. И заканчиваем видос. К сожалению, нет волкаута. Да, что же вы такие злобы и ах. Германия, вратарь. Опять пара. Ну зачем? Ну уж совсем некрасиво. Так, ну и помимо фармана, здесь адриазола еще выпал. Так, ладно, парни. Вот такой вот пак-опенинг получился. Не особо крутой. Всем спасибо, кто был на видосе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы растем. Канал уже практически огромный. Всем спасибо, короче, за просмотр. Все. Удачи. Удачи в паках. Удачи викинг-лиге. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.